всем привет хочу снова поделиться с вами очередным шедевром который стоит у нас 305 фунтов вот это студент называется так это во франции работа была сделана это авторская работа и естественно это авторская работа в единственном экземпляре то есть одна открываем смотрим извините маникюра нет ну вот что мы видим вот такой вот вот такой вот красавец булыжник да ну я даже я любитель всего сверх неординарного как-то я не знаю я здесь 50 на 50 сомнениях оставляйте вы себе или или все же вернуть магазин я не знаю сейчас я вам покажу его близко а сначала покажу вам вот эти это вот это название студии как я понимаю фокусируйся ну в общем видно и так перстень перстень конечно перстень у нас конечно редкая уникальная шедевральная я знаю что многие люди не любят это слово но тем не менее многие его употребляют и она кстати имеет место быть почему бы нет вот такая вот вещь представляете вот ну не вот посмотрите я специально приближение делаю вот я даже не могу понять что сверху вот это вот из другого металла видите здесь тоже даже вот здесь пустоты какие то есть и вот это вот серебряного цвета это что-то сверху тоже серебряно но это хотя бы на какой-то самолет или на птицу на чайку похоже это вот это рыжая похоже на пистолет а может я не знаю на что это только хозяин производства знает но в любом случае вы знаете меня крайне редко можно удивить что тем более сама занимаюсь хорошие дорогой брендовой одеждой да и поэтому удивить меня чем-то очень очень сложно но здесь я как бы в раздумьях ведь толщина какая у него он довольно тяжелый если его если в плане обороны его использовать он кстати очень даже пойдет но с другой стороны его можно надеть значит он ведь он не по центру кольцо здесь а здесь длиннее здесь короче то есть соответственно надеваем и вот так но я не буду нет наоборот вернее надеваем и вот так о господи извините но маникюра нет ну я не полностью дело в общем он чтобы вы понимали вот моя кисть то но теперь сопоставьте приблизительно пальцы кстати мои естественные длинные это как бы сами понимаете издержки производства в плане ракурсом и так далее но в общем посмотрите насколько он большой он должен лежать на кисти то есть оставаться вот на вот эту вот часть всего лишь вот на эту да на пальцы все остальное должно уходить на кисть ну в общем не знаю первый раз меня замкнуло когда я не знаю боже мой но это просто ну что значит современное искусство вы знаете я разделяю свое мнение здесь как-то с одной стороны мне нравится тем что здесь есть какой-то вызов она неординарная такого уникальная одеть вечером на вечеринку какую-то с определенной одеждой и так далее то есть все обратят внимание сто процентов но я не не надела его видеть все так полностью я частично просто чтобы видели потому что маникюра нет поэтому поэтому я так показываю ну вот и что хотел нам сказать этот француз который делал это произведение искусства авторскую свою работу что он хотела нам сказать когда покупала его вы знаете я продавцу говорю мне это напоминает декорированный очень красиво декорированный кирпич мы вместе посмеялись что англичане очень любят черный юмор вот и они не не грубый юмор а черный это две больших разницы вот и мы посмеялись но и в общем я купила этот перстень но у меня есть буквально несколько дней на то чтобы либо его себе оставить либо его вернуть я не знаю я не знаю я прикипела сердцем уже к нему с одной стороны прикипела сердцем а с другой стороны и так жалко не так жаль с ним расставаться божьему есть узнали но с другой стороны я же говорю ну что понимаете с другой стороны какая ведь не было бы уникальной даже вот в моем случае у меня полон гардероб уникальной одежды которая всегда будет в моде которая никогда не выходит из моды которая была на кат волк то есть на подиуме да и из них такая уникальная то есть я люблю уникальную одежду я люблю когда люди проявляют действительно показывают насколько их возможности велики в плане сотворения какого-то чуда вот например одежда да а в данном случае у нас неважно это все равно относится к гардеробу да то есть это аксессуары и вот что делать с этим аксессуаром я не знаю я не могу даже понять не могу понять что это за формы вот эти которые отлиты другим цветом здесь преобладает три или четыре цвета сам перстень он знаете какого цвета ну как как медь как медь но только блестящие такой очень блестящий а вот это наложение смотрите вот здесь как галочка да какая-то она золотая вот этот это я не знаю по мне как это или либо это птица либо самолет это я тоже не знаю что я не знаю сложно вот даже мне вот сколько работаю лет уже с этим всем добром но у меня есть уникальные перстни которые при этом смотрятся и уникально так что на них обратишь внимание и в то же время как как бы удобная ну в общем я я вам скажу что леди гага была бы очень счастлива наверное приобрести такой перстень вот такую авторскую работу но в любом случае авторская работа это же означает что вот этот перстень он единственный и может быть он вообще никому нафиг извините никому вообще и не нужен даже несмотря на то что единственный но я уверена что если я его завтра верну его завтра же и купит поверьте так что я даже не сомневаюсь в этом то есть такие вещи никогда не уходят на скидки вот такие вещи всегда остаются они всегда цепляют клиентам всегда и всегда покупают в общем ну вот я не знаю что мне делать у меня есть пару деньков парочку буквально немного на то чтобы подумать оставлять его или сдать принципе не дешево стоит можно купить что-то другое на эти деньги не знаю очень он меня ввел в ступор этот перстень даже меня видавшую виды ну извините это это что-то но вот так вот я буду держать чтобы ну фокусируйся давай ну в общем это что-то такое на очень большого любителя я в принципе являюсь большим любителем скажем так вот таких каких-то уникальных вещей но здесь такая уникальность где которая граничит не знаю каждый нера понял что я имею ввиду не знаю по чем был этот автор но чтобы такое слепить ну в общем в общем не знаю я думаю что если его себе оставлю и допустим пойду в какой-то ночной клуб с друзьями да и соответствующая одежда будет естественно этот перстень рядом это совершенно это золото бриллиант совсем другой тип то есть его нужно снимать и соответствующая одежда допустим ну и я даже не знаю конечно я уверена что не будет ни одного равнодушного я просто знаю уже так англичан которые которые любят да модно одеваться они запросто подходят говорят все постоянно допустим на мне что-то видят до подхода бьюти фоломой ну там допустим зависит от того что это там шузы или там там что угодно например да вот и неважно это может быть как женщины девушки бабушки и мужчины так что у меня получается вот такая дилемма буду думать ну а я уверена что может быть кому-то это было интересно вот еще раз вам ну почему же так плохо фокусируется нера я не умею снимать о словила хороший фокус ну вот наглядитесь на него и все до свидания вам всем если как получается нет но если его надеть нормально она так не будет конечно вот спасибо что посмотрели кому было интересно может кто-то повторит эту авторскую работу ну в общем вот такой вот красавец на мне вот такое видите ни у кого такого нет только у меня одной вот а может быть он золотой я еще не знаю надо проверить нет шучу конечно не золотой потому что цена было бы другое вот ну наверное медный хорошо обработанными то что он блестит хорошо ой не знаю не знаю я не знаю я не берусь судить потому что какой металл я уж точно не могу сказать это сто процентов поэтому поэтому кладем его обратно коробочку его оригинальную коробочку там еще видите мешочек такое ведь с этой же фирмы ну что красавец поспи пока я подумаю о тебе спасибо всем желаю всем добра и счастья потому что именно добро и счастье приносит нам счастье правда но все пока